Всем привет, с вами Павел Косенко. Сегодня я хочу вам показать, как работает новый алгоритм Halation, над которым команда Dehancer работает последние несколько месяцев. На сегодняшний момент этот алгоритм существует в виде малого плагина отдельного, Halation так и называется, Dehancer Halation. Это пока внутренняя бета-версия, она пока недоступна для тестирования, но буквально в ближайшие несколько дней, максимум неделю, надеюсь, мы сможем выдать его, потестировать всем желающим. А пока я покажу, как он работает и рассчитываю на вашу обратную связь, на ваше мнение, насколько вам кажется это интересно, правильно, и на ваши вопросы тоже. Так как плагин Dehancer Halation новый существует только в виде малого плагина, то мне пришлось создать ноду, структуру нод определенную, для того, чтобы встроить Halation на свое место. В большом плагине Dehancer Pro и Dehancer Lite пока что, даже во внутренней бета-версии, Halation нового нет. Поэтому продемонстрировать я его могу только вот таким вот образом. В этой структуре нод нас будет интересовать вот эта вот нода Halation. Именно ее параметрами я сейчас буду управлять. Давайте расскажу про то, какие параметры в новом Halation и покажу, как он работает. Во-первых, мы решили добавить внутрь этого плагина отдельного удаление хроматических аберраций. Инструмент Defringe называется. В большом плагине он у нас есть в группе Input, в самом начале плагина, а в малом плагине его не было, и мы его решили добавить, потому что если у нас возникают хроматические аберрации на картинке, то они мешают проявлению Halation. И для этого их нужно подавить. В данном случае это не требуется, но в принципе такой инструмент существует. Теперь. Раньше его не было. Дальше. Собственно говоря, основные параметры Halation. Первые два параметра Low Range и High Range. Это параметры вместо... Сейчас я вам покажу, как у нас было раньше. Вот это скриншот предыдущего Halation инструмента. Раньше у нас было три параметра. Sensitivity, Low Soft и High Soft. Эти три параметра управляли диапазоном яркостей, в котором, собственно, срабатывает Halation. Мы подумали и решили, что на самом деле Sensitivity здесь лишний параметр. Все можно свести к двум параметрам. Назвали мы их Low Range и High Range. И по сути это отсечка диапазонов, в которых проявляется Halation. Давайте я включу Halation по умолчанию параметра. Вы почти что не заметили, что происходит. Я увеличу. Еще раз выключу. Включу. Теперь воздействие Halation, я думаю, вам видно. Это вот эти вот ярко-красно-оранжевые ореолы вдоль областей засветок. И Low Range и High Range, собственно говоря, это точки отсечки. От 0 до 80 означает то, что будет срабатывать Halation, в общем-то, от самых теней до почти самых светов. Это параметры по умолчанию. Если я буду увеличивать параметр Low Range, то Halation перестанет срабатывать в глубоких тенях. В данном случае это не очень явно видно. Здесь будет лучше видно, как он срабатывает в светах. Вот видите, если я убираю Halation, то он перестает срабатывать в очень ярких светах и начинает срабатывать в менее ярких светах. От 0 до примерно 70%, как сейчас это выставлено, это диапазон срабатывания Halation. Очевидно, что Low Range не может быть больше, чем High Range. Поэтому, если мы будем увеличивать Low Range, в какой-то момент времени High Range пойдет тоже вслед за ним. Ровно и в обратную сторону, если мы будем уменьшать High Range, то в какой-то момент времени Low Range тоже автоматически пойдет в минус. Потому что Low Range не может быть больше, чем High Range. Всегда эти параметры находятся слева и справа друг от друга. По умолчанию это 0-80, оптимальные параметры для срабатывания Halation. Теперь это гораздо проще для понимания и гораздо проще для того, чтобы словить Halation в нужном месте. Следующий параметр Smoothness. Достаточно сложный параметр для объяснения. В плане воздействия не очень сложный. Но попробую объяснить. Smoothness это интегральный параметр, который определяет тип Halation в зависимости от типа эмульсии. И косвенно в зависимости от светочувствительности эмульсии. У нас даже была идея назвать этот параметр ISO. Он больше подходит по физическому смыслу, по смыслу явления, которое происходит с Halation. Но для колористов решили мы, что будет более понятно некоторое слово, которое обозначает визуальное действие. Собственно говоря, Smoothness это мягкость Halation. Давайте я увеличу импакт, то есть увеличу степень воздействия Halation визуально, чтобы это было лучше видно. И буду увеличивать Smoothness и уменьшать Smoothness. Обратите внимание, что происходит с мелкими деталями. Вот, например, мелкая область засветки. Давайте я еще крупнее увеличу. Вот эта мелкая область засветки. При увеличении Smoothness она, как бы, воздействие Halation снижается здесь. Так действительно ведет себя эмульсия разночувствительных пленок. А вот вдоль больших областей засветок, наоборот, при увеличении Smoothness, как бы, сам эффект проявляется более явно и начинает затекать, собственно говоря, и на саму область засветки. А чем меньше Smoothness, тем меньше оно затекает на область засветки. То есть это такой интегральный параметр, который определяет, скажем так, тип Halation. Насколько он более мягкий и насколько он срабатывает на мелких деталях. Еще один пример, которым это будет, наверное, лучше видно. Вот такой у меня есть примерчик. Вот здесь вот Halation сейчас включен. Понятно, что он гротесный. Что в реальной жизни мы, конечно, в такой степени не будем применять Halation. Но вот здесь есть области, которые будут наглядны для демонстрации параметра Smoothness. Смотрите, мы увеличиваем параметр Smoothness. Halation становится мягче в районе больших засветок и более сглаженным там, где происходят у нас мелкие точечные засветки. А чем меньше параметров Halation, тем наоборот мелкие точечные засветки прорабатываются более явно. Думаю, что проще будет пощупать этот параметр, но к нему можно относиться как к некоторому параметру, определяющему тип Halation. Вернемся к нашей картинке и пойдем дальше. Local Diffusion и Global Diffusion. Очень интересные и очень важные параметры. Local Diffusion это, собственно говоря, размер Halation, то есть то, насколько засветки проникают в слоях эмульсии. Чем больше Local Diffusion, тем больше, собственно говоря, размер Halation, размер ареолов. Локальных. Локальных имеется в виду ареолов вдоль засветок. Кстати, я не знаю, кто, может быть, пользовался предыдущим нашим Halation. Думаю, уже обратил внимание, насколько теперь легко цепляется Halation и насколько им теперь, даже вот глядя на это видео, я думаю, вам должно быть видно, насколько теперь им легко можно управлять и насколько в огромных пределах можно менять его значение. Действительно, новый Halation легко цепляется на малоконтрастную картинку и, в общем, легко цепляется, легко срабатывает и очень гибок в настройках. Потому что математические формулы внутренние тоже претерпели существенные изменения. Так вот, Local Diffusion параметр у нас раньше был, он назывался просто Diffusion. Но так как мы добавили второй тип засветки, то теперь эти два параметра называются Local Diffusion и Global Diffusion. Их также еще можно назвать Primary Diffusion и Secondary Diffusion. То есть, первичная засветка и вторичная. Local Diffusion, первичная засветка, она проявляется вдоль, собственно говоря, областей засветки. Если поставить его в ноль, этот параметр, то там будет практически незаметно эта засветка, она будет минимальная. Вдоль, то есть, ореолы вдоль пересветов. Чем больше Local Diffusion, тем ореолы будут больше. А вот Global Diffusion, это вторичная засветка. И это принципиально важная штука, которую, как правило, в общем-то не учитывают при работе с Холейшном. В то время как это один из принципиальных, скажем так, пленочных эффектов и принципиальная особенность пленки, которая вызывает вот то самое ощущение пленочной картинки. Это вторичная засветка, которая проявляется далеко не только вдоль ареолов, но и гораздо шире. То есть, в областях, в первую очередь, где у нас средние тона. Смотрите, вот Mask Mode, вот у нас, так не получится сделать. Mask Mode Global Diffusion минимальная, только лишь локальные засветки, ореольные вдоль ярких объектов. А Global Diffusion, это вторичная засветка красного слоя. То есть, Холейшн начинает срабатывать по всей площади картинки практически, но очень малозаметно. Малозаметно в смысле ореолов, их как бы нет, но цвет меняется, и меняется он существенно. Давайте я вам это покажу на примере человеческой кожи, потому что это наиболее такое, скажем так, важное воздействие. Вот у нас барышня, вот Холейшн нету, а вот Холейшн есть. Видите, да, как цвет меняется? Вот был цвет, и вот он добавлен. Хотя, локальная засветка, Local Diffusion стоит практически на нуле, то есть, как бы мы не видим засветок по контура, мы можем их, конечно, добавить. Вот, пожалуйста, мы их добавили, вот они у нас появились до, после. Но, самое главное, я сейчас поставлю в ноль, Local Diffusion, для того, чтобы вы увидели воздействие Global Diffusion. Давайте я увеличу его еще максимально. Вот, до, после. И вот то, что лицо становится гораздо более, приобретает дополнительный правильный красный оттенок, то есть, становится более теплым, если быть точнее. Это как раз пленочное проявление, характерное для всех типов пленки, вообще для всех, в принципе. Конечно, в разной степени это происходит, но засветка среднего тона в пленках всегда происходит красным, практически всегда, в общем-то. Поэтому, Холейшн это далеко не только засветки вдоль контуров, но и гораздо более сложная интегральная вещь, и теперь ею можно будет управлять. Дальше, параметр Amplify. Ну, Amplify все просто, он как был, так и остался. Это, собственно говоря, усиление. Давайте я сейчас локальную диффузию добавлю и увеличу. То есть, Amplify это усиление. Ну, фактически, это цифровое усиление, то есть, такой цифровой эффект усиления нашего Холейшна, для того, чтобы колористам было проще управлять пределами Холейшна. То есть, можно очень сильно его вдуть по самой небалусе, можно сделать едва-едва заметным. Это можно сделать с помощью параметра, с помощью нескольких параметров, один из них Amplify. Давайте поставим Amplify на максимум для того, чтобы наглядно посмотреть на следующий параметр. Хью. Он у нас был в предыдущей версии, но работал иначе. Раньше он просто управлял, собственно говоря, оттенком Холейшна. Но, на самом деле, оттенок Холейшна, внутри самого Холейшна, меняется неравномерно. Чем ближе к областям засветки, тем Холейшн более оранжевый, потому что засвечивается не только красный слой, но и зеленый. И чем дальше от областей засветки, тем Холейшн становится более красным, потому что там уже зеленый слой не засвечивается, а засвечивается только красный слой. Видите, как Холейшн плавно меняется внутри засветки. Так вот, Хью, оттенок, позволяет управлять вот этой вот границей, вот эта вот граница, где происходит переход, она не резкая, она плавная, эта граница, где происходит переход от оранжевого к красному. Минимальное значение Хью смещает эту границу вот сюда, вот, то есть, ближе к засветке. Вот видите, тут весь ореол стал красным, оранжевого нету. А максимальное Хью, наоборот, эту границу смещает ближе туда, вот, подальше от засветки. И Холейшн становится практически весь уже оранжевым. И вот теперь поведение Хью, оно действительно аналоговое, и действительно вот так на пленке и происходит. Давайте, кстати, я вам покажу, чтобы не быть голословным, какие-нибудь картинки из нашей статьи про Холейшн. Ну вот, например, видите, здесь тоже видно хорошо, что Холейшн ближе к засветке, он оранжевый, а дальше от засветки красный. Теперь этим параметром можно управлять. Дальше. Блю компенсейшн. Блю компенсейшн – это фактически маска синего слоя в Холейшн. Сейчас дам пояснение. Как я уже говорил, у нас есть инструмент дифринж, который позволяет убрать хроматические аберрации, которые мешают возникновению Холейшна. А блю компенсейшн – это похожая вещь, но немножко другая. Блю компенсейшн – это параметр, который позволяет компенсировать голубой оттенок для внутри самого Холейшна. Если блю компенсейшн будет стоять на минимуме, вот здесь это хорошо видно, то есть там, где у нас есть голубой цвет, а в данном случае у нас есть голубой цвет, этот голубой цвет вмешивается внутрь Холейшна. И Холейшн как бы приобретает оттенок этого фона. То есть вот если здесь у нас в этой области Холейшн такой явно теплый, то там, где у нас много голубого, то он становится более холодным. Вы можете компенсировать это. То есть вы можете как бы снизить влияние синего фонового цвета внутри Холейшн. Там, где это нужно. То есть это такой дополнительный гибкий инструмент управления Холейшном. Ну и импакт – это общая полупрозрачность нашего итогового эффекта, который мы с вами составили. Собственно говоря, это все. В ближайшее время, я надеюсь, в течение недели мы сможем предоставить плагин для тестирования всеми желающими. А сейчас буду рад вашим отзывам и соображениям, насколько вам кажется интересным наш новый алгоритм Холейшна. Мы сами его считаем практически совершенным. Это уже третья по счету версия. Она, правда, будет названа номером 4, потому что мы все приводим, все наши плагины приводим к одной нумерации. Это будет Холейшн 4. Предыдущий был Холейшн 2. И мы считаем, что Холейшн 2, конечно, был лучше, чем Холейшн 1. Но Холейшн 4 просто практически уже, на наш взгляд, совершенен. Спасибо за внимание. Жду ваших комментариев и вопросов. Счастливо. С вами был Павел Косенко.